Здравствуйте, дорогие друзья! 115-й псалом книги Тигелем перед нами. Первое, что пишут об этом псалме, его читают в опасную минуту, когда жизнь угрожает опасность, чтобы спастись от смерти. Читают, сосредоточившись на семнадцатом пасуке, не умершие будут хвалить Господа и нисходящие в могилу. Вообще, в 115-м псалме написано, что место нашего служения Богу – это именно земля. В самые возвышенные моменты человек не должен забывать, что он стоит именно на земле. И тот, кто не ощущает, написанное под ногами земли, не называется человеком. Идем дальше. Про людей, служащих Творцу без радости, говорится, что высохший улав не пригоден для использования заповедей. Иерусалимский толмуд основывает это выражение на словах 17-й псалмуд. Не умершие будут хвалить Господа и так далее. Что еще есть? У нас есть 18-й псалмуд в этой очень великий псалмуд. Не мертвый прославляйте еще раз. Однажды великий мудрец Торы, Раф Дыскин, рассказал историю, относящуюся к этому псалму. Он зашел в госпиталь, увидел, это было много лет назад, больная женщина, которая с головы до ног была запачкана из-за ее болезни желудком. В те времене санитарные условия были жуткие, отношение к людям такое, не мыли, не меняли одежду. И она говорит, Рэбе, благословите меня долгими годами жизни. И он ее спрашивает, зачем тебе такая жизнь в таком ужасе? И она говорит, вы знаете, Рэбе, раз в неделю меня моют и переодевают чистую одежду. И вот у меня есть 5 минут, чтобы сказать Тигелим, пока я заново не испачкаюсь. И для того, чтобы прославить Бога, даже на протяжении вот этих 5 минут я согласна ждать долгое время. Я желаю долгих лет жизни, чтобы у меня была возможность произнести еще раз Тигелим. И Ран Дескин сказал, я не нашел, что возвращать этой женщине и понял, что она великая женщина. Идем дальше, про этот псалом. Для благословения неба, но для победы над атеистами, которые пытаются тебя сбить с толку, написал Шамуш Кадмон. Еще, что про этот псалом все пишут, это сгула для зачатия. Если есть проблема, особенно если она из-за мужчины, хорошо после миг вы, жены, что муж прочел этот псалом, либо хотя бы 12-й псалом, несколько раз. Кстати, описывается у Рава Яковова еще несколько сголов для зачатия. Бен Ишхай пишет, что один из способов открыть богословение для рождения детей, это дать пожертвования на три вещи для учащихся и живым. На свет, на кофе или на воду, например, на месяц заплатить свет и так далее. Это открывает мозаль для зачатия. Рав Кадурий говорил, что жена должна взять семена хлопка, положить в кастрюльку с вином или водой, сварить, когда закипит, остудить. И нужно за два дня до женских, до миквы, нужно пить один стакан этого напитка. И после миквы, говорит, обязательно будет результат. Есть еще, кстати, интересно, поесть мужу и жене в день миквы чеснок приготовленный, не сырой. У чеснока всегда очень много всяких секретов, потому что гематрия слова шум, чеснок равна гематрии слова рацион, желание. Желание, которое в кеттере. А из двух слова рацион есть цинор, канал, поэтому тут все очень связано и так далее. Еще, кстати, для зачатия написано, что хорошо в ночь перед миквы поесть обоим фрукты с благословениями. Причем мужчина пусть ест инжир, а женщина гранат. После этого сделать не тело отъедаемый. Каждый пусть произнесет 22 раза алфавит по буквам и 22 раза пасук из 86-го 17. Пасук из 86-го тегелина. Так, давайте вернемся к нашему псалму. Читают его для того, чтобы, если нужно обратиться к кому-то с просьбой, получить желаемый результат. Написано, что этот псалм работает великолепно. Читают, чтобы победить в спорах с инакомыслящими. И последнее, что я встретил по этому псалму, это великая молитва о том, чтобы Всевышний положил конец этому длительному изгнанию ради своего имени. Брахава Цлаха.